Пойдем, пойдем, пойдем. Зададим пару вопросов одной спортсменке. Кристина, можно задать тебе пару вопросов? Можно. Друзья, это Кристина Хмель. Она готовится выступать на весну в лиминации фитнес-бикини. Кристина, расскажи, пожалуйста, ты знаешь про противостояние Андрея Морозова и Рената Рахмолина. Я скажу, да, чисто случайно. Я слышала, как Ренат сделал вызов Андрею Морозову прямо на чемпионате края. Да, вот что ты думаешь об этом? Ты тревируешься с ребятами в одном зале, собственно говоря. Ты видишь довольно часто. Вот интересно, как продвигается у них подготовка? На кого ты, может быть, ставишь? Как ты думаешь вообще, кто лидер на сегодня? Ну, по крайней мере, лично я ни разу не видела, чтобы Ренат тренировался. Серьезно? За этим пагубым делом я его еще ни разу не застукала. Но периодически вижу, как тренируется Андрей. Я думаю, что просто Ренат не рискует в этот промежуток времени тренироваться рядом. Вот, поэтому, конечно, я ставлю на Андрея Морозова. Вот. Я думаю, что Ренату еще взрослеть и взрослеть до этого уровня. Качаться и качаться. Так. Ну, то есть понятно, ты ставишь на Андрея. Конечно. Ладно. Ребят, следующий. Опрос продолжается. Оксана, можно ли мы тебе зададим один вопрос? Да. Или парочку. Вот главный вопрос. Знаешь ли ты о весеннем противостоянии Андрея Морозова и Рената Рахмолина? Да, я слышала это мельком как-то, разговаривали спортсмены. И этот момент я не упустила, да. Вот расскажи, что ты думаешь вообще? Может быть, какие-то слухи, вот знаешь, в зале бывают? Нет, слухов никаких не ходит. Ну, как я поняла, что там со стороны Рената, со стороны Андрея все, конечно, хотят быть лучшими. Но я хочу сказать свое мнение. Я постоянно как бы частенько вижу Рената, как он тренируется, как бы он неплохой. Постоянно вижу, как вот Андрей Морозов тренируется. Ну, что я хотела бы сказать? Ну, конечно, не в обиду Рената, а в обиду Ренату. Ренат неплохой, но для Андрея, конечно, ему надо еще много и много работать. Это мое такое мнение личное. То есть здесь вот, как говорится, опыт, молодость? Ну, конечно. Ренат еще молодой, а Андрей уже со стажем. Опыт и, как говорится, с каких годов он начинал-то, Андрей, стаж, конечно, большой. Тут уже надо отдать должное. И как с Ренатом набраться терпения и стараться двигаться и двигаться. Как говорится правильно, так вот я считаю. Ладно, спасибо большое. А сейчас мы спросим у инструкторов тренажерного зала Колизей, что они думают об этом противостоянии. Пойдем, пойдем. Илья, привет. Здравствуйте. Можно задать тебе вопрос? Можно. Вот слушай, знаешь ли ты про противостояние весеннее Андрея Морозова и Рената Рахмольна? Да, конечно, знаю. Ты знаешь, да? Что ты об этом думаешь? Вот твое мнение. Ну, я думаю, что на стороне Андрея все-таки опыт многолетний. А на стороне Рената, ну, скажем так, его молодость, его маглость, отдавать предпочтения. Никому не буду, мне еще с ними работать. Поэтому я пока что так промолчу. Да, да, да. Ну, то есть ты, собственно, считаешь, что и у того, и у другого есть свои плюсы большие? Безусловно, да. Есть шансы у каждого. Будет интересно. Будешь с удовольствием наблюдать. Будешь наблюдать за развитием. А как вообще ты видишь, что они тренируются? Допустим, а не бывает, что вместе тренируются в паре? Вы знаете, в паре ни разу не видел. Ни разу не видел. Ни разу не видел. То есть они как бы не показывают свои методики. Оба пашут, стараются, но ни разу не видел, чтобы вместе. Ну ладно, спасибо большое. Спасибо. Дальше идем, ребят. Ребят, там Миша Сазонов, пойдемте у него спросим скорее. Получается? Да, отлично. Миша, привет. Привет. Можно задать тебе один вопрос? Ну, конечно. В чем подвох? Да вот слушай, сегодня у нас вопрос тренировка людей и просто занимающихся людей. Знаешь ли ты о противостоянии весеннем Андрея Морозова и Рената Рахмолина? Противостояние гигантов боджбилдинга. Да, да, да. Что ты об этом думаешь? Я как бы слышал. Слышал. Да. Вот твое мнение, пожалуйста, как ты к этому относишься, на кого ты ставишь? Как есть. Или твои мысли, да? Да я никак к этому не отношусь, потому что любое противостояние, если кто-то с кем-то зарубается, должно чем-то подкрепляться. То есть я считаю, что должны зарубаться на что-то. А так как зарубаться они там, чувак, давай зарубимся. С таким же успехом могу я бросить вызов Филу Хиту. То есть нет никакого интереса как бы в любом случае. И даже если бы они как бы не заключали какие-то там противостояния, как бы такие эти, как бы, они в любом бы случае вышли на сцену, да. Так как они готовятся оба на весенний сезон, и на одном турнире они бы в любом случае сошлись на сцене. Поэтому... Ну то есть для тебя это такое противостояние, собственно, как придуманное, да? Ну то есть как бы... Ну вот, конечно, это больше как бы шуму. Вот и все. Как бы интересно было наблюдать, когда на самом деле там как-то Андрея зарубались с Костей. И когда был какой-то интерес, как бы, ну да, интересно было, кто заберет пуш, как бы, кто окажется сильнее. Вот это было интересно. А сейчас, ну я думаю, что мало кому будет, во-первых, интересно, и мало кто будет за этим наблюдать. Но это мое скромное мнение, не более. Я не претендую на истин. Поэтому вот так вот. Все понятно, хорошо. А кто выиграет, как бы, если уже забегать, так, конечно... Ну я думаю, что выиграет Андрей. Выиграет он только за счет глубины и качества. То есть Ренат, он неплохой, да, неплохой там спортсмен, там, краевого уровня, там, федерального, там. Но у него нет глубины. И это его главный минус. Если бы у него была глубина, он бы мог занимать места гораздо выше, которые он занимает сейчас. Поэтому Андрей победит, я думаю, причем без проблем. Спасибо большое, Миш, сомнения. Да, не за что. Спасибо. А давайте-ка сейчас зададим пару вопросов одному из главных героев этого противостояния, Андрею Морозову. Ребята, он как раз здесь. Андрей, привет. Привет, привет. Пару вопросов можно кем задать? Ну, рискни. Слушай, расскажи, пожалуйста, вот про ваше противостояние с Ренатом. Сегодня мы спрашиваем всех, что ты, как оцениваешь свою форму на сегодня. Прошло уже у вас целый месяц после начала, так сказать, подготовки. Как твоя форма, как твое самочувствие? Ну, что могу сказать, форма, мне кажется, на данный момент даже лучше, чем в прошлом году. Самочувствие замечательно. Как я оцениваю шансы? Ну, посмотрим. Ренат серьезный соперник на самом деле. И у него будет такой небольшой плюс, что он уже два раза стартанет на городе и на Сибирь-пауэр-шоу. Я только буду стартовать с нашего противостояния на крае. Посмотрим. У него наполеоновские планы, везде все выиграть. Молодец. Так надо, да, всегда себя настраивать? Ну да, настрой хороший уже, олимпийский. А не собьет его этот график, то, что получается Сибирь-пауэр-шоу, и через неделю сразу уже край? Ну, вот мы и посмотрим. В прошлом году Константина немножечко это сбило. Вот, посмотрим, как с этим товарищем будет. Андрей, а у вас планируется одна только встреча, вот одна схватка? Ну, да, у нас в противостоянии будет одна встреча. Ничей быть не может. Теперь. Теперь уже, да. Да, ну, возможно, в сезоне мы где-то еще с ним пересечемся на каких-то турнирах. Возможно, даже через неделю после края, это на ССО в Новосибирске. Если мы вдруг выиграем свои категории и встретимся в Абсолютке, ну, это будет уже вне зачета. Ну да, но это было бы здорово. Это было бы круто, я хочу сказать, выиграть категории на Сибири. Ну, посмотрим, как получится. Понятно. А потом дальше у вас планы России? Ренат, да, Ренат планирует еще посетить Россию, поехать на Европу вместе со мной, встретиться, возможно, там. А у тебя даже Россия? Россия в планах? Нет, Россию я пропущу в этот раз и поеду после СВУ буду планомерно готовиться на Европу в Санто-Сузан. А это когда будет проходить? В начале мая, 5 число, по-моему, там. Все понятно. Ну что, успехов тебе желаем. Благодарю. Тренируйтесь, ребята, здесь. Ба!